процессе у меня ремонт она до сих пор стоит на кухне панель от радиаторов я в сапогах на постели на его все нужно будет вымывать в таком процессе у меня сейчас продвигается ремонт устанавливаем ванну смеситель смеситель вчера поставили пришлось снять потому что мешает установки ванны вот в таком вот состоянии сейчас моя квартира барахло инструмент импровизированная вешалка в общем там потихонечку я вам буду снимать как будет продвигаться мой ремонт так вот сюда еще я вам пройду покажу вот здесь матрас я уже мне подарили вот здесь вот так вот уже побелено все так вот две комнаты здесь вот большая красивая светлая спать не будет второй день моего отпуска мы находимся на моей квартире и это строительный влог вот я поставила себе цель за отпуск переехать в свою новую квартиру ну вот как видите здесь уже просто отшпаклеваны стены белые их надо просто прогрунтовать чтобы они не белились вот они уберятся я их прогрунтую вот ламинат постели но он грязный вот тоже надо натоптанные побелкой его тоже надо вымыть то есть основное мне надо сделать прогрунтовать стены и помыть полы и будет чистенько свеженько и можно будет переезжать что собиралась я делать здесь это вот устанавливаю установили мне ванную наконец-то смеситель поставили это вот за вот эти вот два первых дня ромочка отойди да я сниму он старается помогал мне сегодня полы мыть вот поставили вот такой смеситель не латунный ванну поставили ну плитки нету на работу класть плитки у меня сейчас пока денег нету вот ну пока первое время буду жить так главное что подключены коммуникации вода помыться сходить в туалет это самое главное для того чтобы переехать я буду перекрыла ром руки вот так вот все мой вот вода работает все льется наконец-то выключай молодец дальше что здесь все надо наводить порядок здесь все так вот валяется я часть вещей которые стояли у меня на балконе перенесла обратно сюда в теплое помещение потому что я начала беспокоиться что что-нибудь у меня испортится на морозе хранились они у меня там на балконе долгое время всю зиму почти осень я переживала за это очень матрас вот собственно мне подарили матрас вот метр сорок на два я под него уже нашла недорогую прикольную красивую кровать куплю кровать и уже будет на чем спать так вот что у нас тут на повестке дня это вот купить кровать вымыть прогрунтовать стены навести порядок до сейчас чистые навести порядок прогрунтовать стены и я буду наконец-то переезжать хрен с ним с этими обоями хрен с ними с этими не знают дверями хрен с ним я уже просто хочу жить в своем своем жилье вот пока так друзья меня зовут маша и это продолжение моего строительного блога я сейчас нахожусь на своей квартире в детской комнате в той комнате которую я называлась которой я сомневалась чтобы детская либо моя спальня конечно лучше эту комнату остановить ромки потому что она изолирована я выложила спать закрыла и там занимаюсь своими делами чем захочу вот а в той комнате моей мне нет места для расположения шкафа гардеробной в общем я еще в процессах в раздумьях в общем ладно без внешних предисловий добро пожаловать в мой строительный блок и сегодня я буду грунтовать стены вот такого вот строительного козла я поставила сюда сейчас налил грунтовку грунтовку и наливаю в грунтовку в глоток приятнее все нового разбил от вновь потом наверно на голову у вас надеть ну ходите медицине? ходите нет? а там когда надо жевать сейчас мужики напишут мне там комментарии вот типа баба с гранатой и там неудобно Мне плохо, напишите, что хотите, хреново. А! Блин. А, все. Ну, ты выпьем всегда комом. Короче, это... Ну, так вот, просто семейная началась. Я думаю, глупо со стороны женщин претендовать на равенство с мужчинами. Женщины намного выше их. И так было всегда. Чтобы вы не дали женщине, она вернет вам больше. Дадите ей семя, она даст вам ребенка. Дадите ей дом, она устроит вам семейный очаг. Дадите ей продукты, она приготовит вам еду. Вы ей улыбнетесь, и она отдаст вам сердце. Она умножит и увеличит все, что ей дали. Так что, если вы нагадили ей в душу, приготовьтесь принять взамен тонну дерьма. За каждой сильной женщиной стоит ебанутый мужик, который пытался воспитать ее под себя. Но под себя ему получилось только обосраться. Эту маленькую я закончила. Я прогрунтовала все стены. Вымыла полы. Мистер Пропором вот купила новую швабру. Вот такую вот, посмотрите. Классная швабра. Очень удобно вот эти вот насаживаются. Тряпочки меняются. Я еще одну запасную. Резиновые перчатки, ядро. И вот этот вот пахучий лимонный мистер Пропор. Просто бомба. И здесь вот в комнате прям пахнет чистотой. Все. Ну, здесь за исключением того, что не поклеены обои, комната готова. Можно ходить босиком по своему собственному полу. Вообще класс, ребятки. Я очень рада. Эта комната закончена. Приступаем к следующей. Приступаем к угрунтовке стен во второй комнате. Начнем. Смачиваю я парик. Отжимаю его. И погнали. Каждое утро нужно думать о том, как заработать больше и жить лучше. А не почему, блядь, твой Алеша тебе не пишет. Девчонки и мальчишки, напишите в комментариях, вы когда-нибудь грунтовали стены. Ну что ж, день третий моего ремонта, ну в смысле моего личного ремонта в отпуске, который я тут делаю, чем я занимаюсь, приступила к кухне. Перед этим я вот доделала коридор, прогрунтовала уже коридор и тот коридор. Ну вот сейчас я вам покажу. Вот здесь стены все прогрунтовано, там тоже все прогрунтовано. Вот показываю вам сейчас, в каком состоянии находится у меня кухня. Здесь у меня проходят мои минутки отдыха. Хорошо, что хоть есть где прилечь, вот честно. Я вот поняла, пока я столкнулась лично с ремонтом, я никогда до этого собственноручно ремонт не делала, за исключением того, чтобы иногда клеила обои, там мазала рулоны клеем. Больше в жизни я никогда не сталкивалась с ремонтом. Вот я столкнулась с ремонтом. Я грунтую стены сама, таскаю вот этот вот козел туда-сюда, перемещаю туда-сюда вот эти вот сумки какие-то вот, вот эти вот штуки. Сейчас мне надо будет двигать вот это вот нары, вот эти вот топчан, как у нас на Донбассе говорили, топчан. Вот. И пока ты вот этого вот всего надвигаешься, ты уже устанешь. И что я вам хочу сказать, ребятки, я вот сегодня уже вот третий день моего ремонта, полдня я уже здесь провела, я уже так устала. Я тащила вчера вот эту вот грунтовку из магазина, у меня уже запястье болит, тут же у меня уже целый день сегодня болит запястье. Да, вот такая вот она физическая работа. Я всю жизнь проработала в офисе, за компьютерами, да, поэтому я, стыдно признаться, конечно, к тяжелой физической работе. Я не привыкла, вот, поэтому, ну, рано или поздно жизнь заставит, как говорится. Ну, что может быть приятнее, чем делать ремонт в собственной квартире? Вот поэтому я делюсь с вами процессом ремонта, вот, показываю. даже если это тяжелая работа, в своей квартире это делать все равно приятно, я вот вам хочу сказать. Вот часть стены я прогрунтовала, это я вот просто вам хочу показать, как выглядит кухня до, и как она будет выглядеть после. По щелчку пальцев. Вот как изменилась моя квартира. Работы, конечно же, здесь еще очень много, но я в процессе. В принципе, в целом, теоретически, тут уже можно жить. Кухонная зона, где приготовить чай, там, разогреть еду, есть. Холодильник, который мне прислал поклонник, вот он, собственно говоря. Поклонник, спасибо тебе большое еще раз. Есть. Вот, кровать, ну как кровать, нары, которые папа сделал сам из двери. Ну, здесь спать можно, нормально, я уже здесь спала. Есть. Вот, ламинат есть, то есть уже не пыльно. Вот, швабу очень хорошую купила, вот полы тут помыла. Вот, ванну установила, еще раз показываю. Вот унитаз, то есть помыться, все, набрать воды. Часть косметики своей, уходовой, сюда перевезла. Вот, коридорчик, вот такой вот. Вот они, мои вещи. И еще там, на квартире у родителей, где-то, как одна треть от этого вещей, столько еще вещей, надо сюда перевезти. Значит, вот, перевезла я сюда стиральную машинку свою, перевезла я сюда, вот он, телевизор, комод, ромкин столик, стульчик. В общем-то, в целом, крупные вещи я сюда перевезла. Сегодня мне сейчас приедут устанавливать, соберут кровать, и я вам покажу уже, как будет выглядеть вот эта вот моя спальня с кроватью. Очень рада я, очень рада, да, все-таки мелкими-мелкими шажками, усилиями, скандалами, обидами, и так далее, и тому подобное. Продвигается мой ремонт, конечно же, все. Работает здесь еще очень много, здесь еще нужно поклеить обои, здесь еще нужно установить двери, положить плитку в ванной, плинтуса напольные, обязательно, потому что я не люблю без плинтусов, вот как будто-таки вот что-то вот недоработано. Полстраны у нас, кстати, когда делают ремонт, не доделывают напольные плинтуса, но я вот, меня это прям триггерит. Только что позвонил мне сборщик, сборщик-водитель, сейчас привезут мне мою кровать, господи, как я рада. Первая моя мебель, которую я заказала на эту квартиру, именно новая мебель, больше у меня из мебели пока что ничего не будет. Буду собирать деньги. Значит, мне в первую очередь нужно накопить деньги, это на мастера плитку в ванну, положить мне плитку надо, и на кухню. Кухня я не буду дорогую убрать, но это где-то тысяч сорок. Это недорогая кухня, готовая, фабричная, не под заказ, потому что под заказ у меня не будет столько денег, там тысяч сто, наверное, насчитают. Вот, я хочу какую-нибудь простенькую недорогую кухню в целом ложиться в тысяч сорок, и положить плитку в ванной, это тысяч пятьдесят, где-то тысяч девяносто-сто, мне надо будет, вот, чтобы вот уже вот, прямо вот-вот-вот, уже мне было спокойно душе, потому что то, что вот нет плитки в ванной, меня очень сильно напрягает, и то, что нет кухни, потому что стол я сделала, из чего я вам покажу, стол я сделала вот из строительного козла, вот так вот пленочкой прикрыла, вот так вот микроволновочку поставила, тут у меня чайники, в общем, вот так вот буду жить первое время, ну а что поделать, стены прогрунтованы, короче, ну они не белятся, все, обои тоже потом поклею, ребятки, тороплюсь, уже хочу переехать поскорее, вот, главное, чтобы было на чем спать, чтобы был интернет, и все, я очень рада, что мой ремонт продвигается, спасибо вам за поддержку, спасибо вам за понимание, спасибо вам за то, что смотрите, за то, что подписываетесь, очень вас всех люблю.